Добрый день, уважаемые коллеги! Я сердечно вас приветствую на нашем инвестиционном форуме. Форум всегда хорошая площадка для того, чтобы подискутировать, посмотреть на возможных новых партнёров, презентовать экономические возможности и компании, и региона. Но теперь вот мы форум решили проводить в феврале. Это теперь наш основной зимний форум. Он открытый для всех гостей, сориентированный на региональную проблематику. Ну и, конечно, я рассчитываю на то, что все его участники смогут насладиться зимним, ну, можно сказать, уже почти весенним Сочи. Это должно способствовать активной работе. Хотя время форума изменилось, мы с вами по-прежнему обсуждаем ответы на те же самые вызовы, которые возникают перед Россией. В последние несколько лет они так или иначе касались преодоления кризисных явлений, вызванных и проблемами мировой экономики, и нестабильностью сырьевых рынков, и структурными дисбалансами, которые существуют в нашей экономике, ну и, конечно, санкциями за нашу политическую позицию. Сегодня, уже можно твердо сказать, мы со всеми этими вызовами научились справляться. Падение валового внутреннего продукта прекратилось. Январская статистика продемонстрировала выход реальных располагаемых доходов в положительную зону. Их прирост составил около 8% к уровню прошлого года. Конечно, существенную роль в этом сыграла единовременная выплата пенсии, но и без учета вот этой самой единовременной выплаты реальные доходы наших граждан стали потихоньку повышаться. И, наверное, это один из важнейших итогов текущего экономического периода. Надо все эти тенденции закрепить. У нас уже сейчас, как вы знаете, сложилась рекордно низкая для современной России инфляция. Порядка 5,4% в 2016 году и 5% по итогам января 2017 года. Напомню, потому что все очень быстро забывается, еще совсем недавно по итогам 2015 года у нас инфляция была почти 13%. И, конечно, абсолютно реальные планы довести инфляцию до 4% в год. Но мы с вами понимаем, что это значит. Это означает возможность последовательно снижать процентные ставки, сделать кредитные ресурсы гораздо более доступными. Ну а это принципиальный вопрос и для бизнеса, и просто для всех людей наших. Положение на рынке труда, оно стабильное. Мы с безработицей справились. Но сегодня мы должны думать о решении других задач. В наших среднесрочных планах содержится ряд мер по преодолению демографических ограничений, которые могут впоследствии препятствовать развитию нашей страны. Они охватывают практически все сферы. И здравоохранение, и социальную политику, и миграционную политику. Показатели промышленного производства пока, хотя и скромные, около 1% по итогам прошлого года, хотя, в общем, эти показатели, они в значительной степени соответствуют среднеевропейским. Но есть отрасли, и это не может не радовать, которые показывают значительно более высокие результаты. И это не только сырьевой сектор, наконец-то. И в транспортном, и в сельскохозяйственном машиностроении, в некоторых сегментах химической промышленности, в фармацевтике у нас темпы роста, которые измеряются иногда даже двузначными величинами. Хорошо развивается сельское хозяйство. Значит, по итогам 4,8% роста. И пищевая промышленность – около 2,5%. Поэтому в целом мы ситуацию стабилизировали. Это действительно очень важно. Но завтрашний день ставит перед нами новые вызовы. Прежде всего, это повышение темпов роста экономики. Для этого требуется интенсивное развитие регионов в значительной степени за счёт привлечения новых инвестиций. А на этой основе решение главной задачи – улучшение жизни наших людей. На достижение всех этих стратегических планов, стратегических целей будет направлен комплексный план действий правительства на период с 2017 по 2025 годы. Сейчас начинается этап более широкого обсуждения предложений, которые содержатся в проекте. Я обращаюсь ко всем присутствующим, к экспертному сообществу, к деловым объединениям. Активно включиться в этот процесс. Ключевая задача – разработать систему действий, которая позволит достичь уже в ближайшие годы темпов роста, сопоставимых со среднемировыми, а лучше, конечно, выше среднемировых. Подробнее остановлюсь на возможных основных направлениях плана. Сразу подчеркну, это ещё не решение, но это то, что в любом случае в плане должно быть. По итогам наших обсуждений и в правительстве, и здесь, на форуме, и в экспертном сообществе он будет дополнен. Первое, о чём хотел бы сказать, это устойчивая среда. Комплекс мер, который направлен на обеспечение стабильности макроэкономической динамики и стабильности ведения бизнеса. В том числе устойчивость систем налоговых и неналоговых платежей, тарифов естественных монополий, принципов контрольно-надзорной деятельности и мер государственного регулирования и поддержки. Понятные правила – один из ключевых моментов для принятия инвестиционных решений как в масштабах страны, так и в региональном разрезе, да и просто на уровне отдельной компании. Второе. Эффективная занятость. Ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда. Причём речь идёт не о безработице, надеюсь, в этом смысле мы научились управлять этими процессами, а скорее о дефиците квалифицированных рабочих рук. Это результат целого ряда накопившихся проблем, ну и демографического провала 90-х годов. В план мы заложили ряд шагов, которые позволят наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы, помочь людям, помочь нашим гражданам максимально эффективно реализоваться. Кроме того, будем работать над тем, чтобы в Россию приезжали работать высококвалифицированные, талантливые специалисты. Третье направление, о котором хотел бы сказать – это умная экономика. Успешная страна – это, конечно, не только просто развитая экономика, геополитическое влияние, военная мощь, что, безусловно, присуще нашему государству, но это и научные достижения, которые прославляют нацию. Это востребованные во всём мире технологические устройства, лекарства, уникальные технологии, технологии, которые в целом делают жизнь лучше и безопаснее. Страны, которые сегодня не могут перейти к новым технологиям, могут оказаться в очень тяжёлом положении, просто отстать безвозвратно. Их не спасёт ни дешёвая рабочая сила, ни сырьё. У России есть все слагаемые для того, чтобы стать одной из ведущих технологических стран мира. У нас есть интеллектуальный потенциал, у нас есть ресурсы, но и главное, что есть, и, скажем прямо, что мы могли сделать за последнее время, что мы смогли в известной степени возродить, это психология страны-лидера. Лидера, который не раз доказывал, что может делать лучшие в мире продукты. Сегодня ситуация такова, что нередко российские стартапы просто утекают за границу, потому что там сформирована максимально комфортная среда для тех, кто способен реализовать революционные технологии, продукты. Государственные фонды и частные структуры вкладывают в такие проекты весьма серьёзные средства, даже если изобретатель живёт в другом государстве. Столь же эффективную экосистему нам необходимо создать и в нашей стране. Наша задача, чтобы цифровые технологии охватывали все сферы, от торговли и логистики до государственных услуг, от промышленности и образования до жилищно-коммунального сектора и здравоохранения. И поэтому в этом разделе комплексного плана речь пойдёт о создании необходимой правовой и физической инфраструктуры для перехода к цифровой экономике, а также конкретных действий в каждой из вышеперечисленных областей. Новый план правительства должен содержать дополнительные меры по трансформации структуры экономики, росту несырьевого экспорта, реализации новых инвестиционных проектов, а также опережающему развитию малых и средних предприятий. В этом контексте предлагаю уже в ближайшее время реализовать ряд шагов. Во-первых, разработать механизм, который упростит хеджирование валютных рисков для российских экспортеров. Признаемся прямо, у нас этого механизма просто нет. Речь идёт о создании единого окна, через который экспортеры смогут зафиксировать будущий денежный поток от экспортных поставок в рублёвом эквиваленте. Во-вторых, обеспечить конкурентоспособные условия кредитования потребителей российской продукции за границей. Для этого часть иностранных активов Министерства финансов может быть направлена на такое финансирование. Я поручу Минфину и Минэкономразвитию проработать этот вопрос. В-третьих, нужно создать на базе института развития, прежде всего ВЭБа, фабрику проектного финансирования. Финансирование проектов должно быть построено с привлечением ресурсов в сторонних инвесторах на принципах синдикации. При этом риски изменения процентных ставок в будущем должно взять на себя государство. В целом, государство могло бы гарантировать стабильность инфляции на определенном уровне. В-четвертых, можно было бы расширить известную программу 6,5 по кредитованию малого и среднего бизнеса. Этот инструмент мы создали для помощи тем малым и средним компаниям, которые ведут проекты в приоритетных отраслях в аграрно-промышленном комплексе, здравоохранении, обрабатывающих производствах, в целом ряде других отраслей. Я предлагаю увеличить лимит этой программы, то есть объем кредитования, на дополнительные 50 миллиардов рублей для выдачи кредитов региональными банками и для их использования на инвестиционные цели. Наша задача – поддержать растущую активность именно в этих сегментах. Также поручаю Минэкономразвитию вместе с Министерством финансов в двухнедельный срок представить согласованные предложения по этим мерам. И еще одна тема. Серьезным фактором, который сдерживает инвестиционную активность, ухудшает условия ведения бизнеса, является несовершенство государственных стандартов. Многие из них существуют еще с советских времен, многие являются избыточными. Скажем прямо, мы этим занимаемся уже довольно давно, но, во всяком случае, последние 10-12 лет, но, наверное, не так интенсивно, как это требуется. Поэтому я просил бы экспертный совет при правительстве проанализировать, какие дальнейшие шаги здесь можно было бы предложить. Одним из ключевых вопросов, который найдет отражение в нашем среднесрочном плане, будет дальнейшая рационализация налоговой системы. С одной стороны, как я уже сказал, мы должны обеспечить стабильность налоговой системы. С другой – стимулировать экономическую активность, то есть создать все условия, чтобы у компаний не было соблазна уходить в тень. Сейчас мы работаем вместе с бизнесом, вместе с регионами над предложением по ключевым параметрам налоговой системы. Вечером я, кстати, планирую как раз встретиться с представителями нашего крупного бизнеса, обсудить в том числе и эти вопросы. Но точно могу сказать, что мы воздержимся от принятия любых решений, которые ухудшают положение предпринимателей в части неналоговых платежей. Эту тему мы неоднократно обсуждали и хотел бы это еще раз подтвердить. Конечно, мы также продолжим сокращать отчетность, которую должен предоставлять бизнес. Следующее направление – социальная сфера. Речь идет о качественном улучшении социальной инфраструктуры в нашей стране. Мы все прекрасно знаем ее недостатки. Уже достаточно многое делается для того, чтобы их устранить. Но те деньги, которые мы вкладываем в социальную сферу, должны работать, безусловно, лучше, с большей отдачей. Это относится и к здравоохранению, и к образованию. Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, экспортируем интеллект. Но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект очень часто уходит из нашей страны бесплатно и безвозвратно. Это не просто расточительно, это недопустимо по отношению к собственной стране. Теряя талантливых ученых, специалистов, Россия теряет ведь не только деньги, время, потраченное на их подготовку, но и, по сути, теряет позиции в конкурентной борьбе за будущее. Я напомню известные слова Сергея Капица, они довольно известны, но, тем не менее, они очень яркие. Математика – это то, что русские преподают китайцам в американских университетах. Такого положения быть, конечно, не должно. Мы должны создать все условия, чтобы новое поколение могло реализовать свой потенциал именно в России. Система образования также должна исходить из того, что современная экономика требует от человека постоянной учебы, совершенствования его знаний. Теперь, по сути, все мы учимся всю жизнь. Задача этого блока – соответствующим образом настроить всю систему образования. Мы понимаем, что главная инвестиция, если рассматривать среднесрочный период, это грамотная система управления талантами, чтобы за рубеж мы действительно отправляли не интеллект, а интеллектуальные товары и такие же услуги. Ну и также важно, чтобы люди как можно дольше оставались активными, вели полноценную жизнь, занимались любимым делом. Да, хочу отметить это особо. Список возможных направлений комплексного плана не является закрытым. Он, конечно, будет дополняться. Свои предложения уже частично представило деловое сообщество, стратегия обсуждается в экспертных кругах. На данном этапе эту работу можно было бы организовать следующим образом. Текущее управление на себя возьмет Министерство экономического развития, потому что это его функция. По ключевым направлениям можно создать профильные рабочие группы. Они доработают перечень конкретных действий плана. Ну а общую координацию будут осуществлять заместители председателя правительства и я лично. Для успешной реализации плана мы должны активнее переходить на новые управленческие технологии, активнее внедрять проектный подход. Поэтому следующий этап здесь – перевод значительной части бюджетного процесса на проектные принципы, изменение в бюджет на предстоящую трёхлетку, конечно, за исключением технических вопросов, особых статей бюджета типа обороны, безопасности и некоторых других. Но в целом они должны быть оформлены как проекты с понятными целями, с понятными и ответственными за достижение этих целей исполнителями. Поэтому я поручу Минэкономразвития вместе с Минфином в двухнедельный срок подготовить предложение, как дальше работать с проектным бюджетом, оценить степень нашей готовности к такому бюджетированию и окончательно примем решение по этому поводу. Результат выполнения плана должен быть простым. Это должна быть новая ситуация в экономике. Какой должна быть эта экономика? Во-первых, это должна быть экономика опережения среднемировых темпов роста, о чём я уже сказал. Экономика, которая открыта будущему и технологически, и по своим институтам. Во-вторых, это должна быть экономика возможностей, чтобы вход в социальный лифт для людей был открыт в любой части нашей страны, а с этим есть проблемы. В-третьих, экономика наша должна быть не просто свободной, она должна быть умной, и мы рассчитываем именно на такие результаты. И, конечно, одна из основных составляющих такой экономики – это высокий уровень инвестиционной активности. Сегодня во всём мире, и Россия не исключение, по сути, доминирует сберегательная модель экономического поведения. С чем это связано? Это, конечно, реакция экономических агентов, инвесторов на общую неопределённость. У нас это триллионы рублей, которые могли бы развивать экономику, но которые остаются без движения. Наша задача, задача и федеральных, и региональных властей – сделать так, чтобы эти деньги начали работать. Привлечением инвестиций должны заниматься все. Мы прекрасно понимаем, что исходные позиции у наших регионов разные. Это касается многих вещей, включая природные ресурсы, наличие крупных предприятий, дорог, электростанций, университетов, научных центров. И у нас нет универсального механизма, который бы гарантировал нам успехи. Но я уверен, в России, несмотря на текущие трудности, не существует без перспективных регионов. Это совершенно очевидно. Да, у каждого свои особенности, но есть и свои конкурентные преимущества. Это тоже очевидно. И природные, и отраслевые, и ресурсные, и трудовые, на которых и нужно зарабатывать деньги. Поэтому первой нашей задачей здесь является выявить в каждой территории собственные точки роста. Коллеги-губернаторы, которые присутствуют на форуме, и так этим занимаются. Но нужно это делать интенсивнее. Исходя из этих точек роста, скорректировать государственные программы, инвест-программы естественных монополий, которые касаются развития федеральной транспортной, энергетической и социальной инфраструктур. И в увязке с ними программы создания и модернизации инфраструктуры регионального и местного значения. Это позволит снять очень многие существующие ограничения, которые в целом ряде регионов просто ставят крест даже на самых интересных проектах и напрямую влияют на жизнь людей. Те инфраструктурные проекты, которые имеют определяющее значение для развития региона, должны получить и гарантированное финансирование. Такие механизмы должны быть разработаны в ближайшее время. А то у нас очень распространённой является ситуация, когда начинается строительство дороги или энергетических сетей. Бизнес, ориентируясь на наши планы, приступает к реализации инвест-проекта, который, по сути, опирается на эту инфраструктуру. Дальше происходят какие-то сложности, в том числе и сложности с бюджетом. Строительство замораживается, в результате проект срывается. Сегодня мы применяем и другие инструменты, которые должны стимулировать инвестиции. Это создание торов, территорий опережающего развития, технопарков, индустриальных парков, туристических кластеров. Государственно-частное партнёрство, строительство объектов инфраструктуры с софинансированием из федерального бюджета. Все эти инструменты, конечно, должны быть использованы и в дальнейшем. Здесь может возникнуть проблема выбора, потому что инструментов уже довольно много. Важно, чтобы их многообразие не дезориентировало инвесторов. Второе, о чём я хотел бы сказать. Должна возрасти роль региональных и местных властей в создании благоприятного инвестиционного климата. Нужно активнее работать с потенциальными инвесторами. Это вроде бы банальная вещь, но именно так. Активнее работать. Концентрировать и государственные, и частные деньги на приоритетных экономических направлениях, которые могут дать максимальную отдачу для города, для области, для всей страны. В инициативном порядке предлагать бизнесу инвестиционные идеи, а не просто тиражировать многочисленные инструкции или изобретать формы отчётности. Сегодня система финансовой поддержки региональных бюджетов строится в том числе на том, чтобы стимулировать региональные власти и развивать собственный экономический потенциал. Федеральный центр, с одной стороны, и регионы подписывают соглашения, согласно которым региональные власти должны добиться конкретных показателей. Это в том числе и объёмы доходов, бюджетов, инвестиции в основной капитал, увеличение числа рабочих мест и некоторые другие показатели. Соглашения, напомню, предусматривают и финансовую ответственность за невыполнение этих обязательств. Я прошу всех это иметь в виду. В этом году мы увеличили общий объём дотаций и субсидий почти на 200 миллиардов рублей. Одновременно мы расширили возможности региона в плане принятия решения о льготах и преференциях. На местах действительно можно более точно оценить, какие льготы дают эффект, какие полезны бизнесу, а какие не дают эффект и являются минусом для бюджетов. Начиная с прошлого года, мы выделяем гранты тем регионам, которые достигли наивысших показателей динамики экономического развития. В 2017 году на эти цели также планируется израсходовать 20 миллиардов рублей. С 2018 года у регионов появляется возможность оставлять у себя часть прироста налога на прибыль. Может быть, нам стоит подумать и над тем, чтобы такой подход распространить и на другие налоги и сборы. Но это нужно проанализировать. Часть средств оставлять в местных бюджетах. Логика здесь очень простая. Больше предприятий успешно работают в регионе. Стало быть, больше возможностей для строительства нового жилья, дорог, школ, больниц и других социальных объектов. Все ключевые направления нашей работы определены основами государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, которые были разработаны правительством и утверждены президентом. Они будут детализированы в плане мероприятий по их реализации и стратегии пространственного развития нашей страны. Следующий шаг – распространить эти подходы и на взаимоотношения региональных властей и муниципалитетов, чтобы усилить мотивацию местных властей активно работать с инвесторами, повысить их ответственность за результаты. И, конечно, нам нужно сделать гибкость и адаптацию к новым условиям базовыми принципами работы государственного аппарата. А критериями оценки должно стать и количество созданных компаний, современных компаний, рост экспорта несырьевых товаров и повышение доходов людей. Ну и чтобы эффективно помогать инновационным компаниям и технологическим лидерам, государство должно их по-настоящему понимать, а стало быть, также быть лидером по использованию современных методов управления и технологий. Завтра мы встретимся с губернаторами, с коллегами из правительства, некоторыми другими нашими коллегами, для того, чтобы более предметно обсудить эти темы, потому что они на самом деле волнуют абсолютное большинство регионов. Нам ещё нужно здесь кое-какие вопросы обсудить, поэтому я буду завершать. Есть такая интересная цитата Черчилля, который как-то сказал «Меня часто спрашивают, за что мы сражаемся. Могу ответить, перестанем сражаться, тогда узнаете». Вот это неплохо характеризует деятельность любого правительства, да и вообще любой власти. Так вот, чтобы ни мы, ни наши дети, ни наши внуки не узнали, что такое отставшая от всего мира страна, мы должны сражаться каждый день за каждый процент роста, за каждый регион, за каждый населённый пункт, за каждую компанию, за каждую идею. То есть, сражаться за будущее России. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУТА